Изучение последовательности ДНК древних людей Америки возобновило споры об одной из самых больших миграций в истории человечества, а именно о заселении Северной и Южной Америки. В период примерно с 28 до 11 тысяч лет назад древние люди перемещались между Северо-Восточной Сибирью и Северной Америкой по ныне затопленному участку суши названному Берингия. Это название впервые предложил в 1937 году шведский ботаник и географ Эрик Хультен. Однако трудно по тем данным которые есть у ученых на данный момент судить о количестве миграций произошедших за такой длительный срок. Выделенный полный геном из черепа одного из младенцев, которые были обнаружены в 2013 году в бассейне реки Тананы в Центральной Аляске в части древней Берингии и датированной 11,5 тысячами лет, свидетельствует о том, что определенная часть древних людей тысячи лет проживала на территории Берингии, в то время как другие группы переселенцев покоряли Северную и Южную Америке. Команда ученых из Копенгагенского университета Дании и Кембриджского университета Великобритании во главе с генетиком Эски Виллерсливом неоднократно упорядочивали ДНК, чтобы получить фактически полную копию генома. После чего они сравнили его с геномом современных американских индейцев и людей по всей Евразии и Америке, а также с ДНК других древних останков. Изучая генетические сходства и оценивая сколько времени потребуется для проявления ключевых мутаций, ученые собрали генеалогическое древо с примерными датами, в результате чего оказалось, что найденные останки не являются прямыми предками коренных американцев, хотя и тесно связаны с ними. Вероятнее всего и те и другие имеют общих предков, генетиков, которые пришли на территорию Америк ранее более 25 000 лет назад, что дает подтверждение теории Берингийского покоя, согласно которой первые американцы тысячелетиями жили на Крайнем Севере, а затем отправились к Северной и Южной Америке, когда климат начал теплеть генетическими подгруппами коренных американцев. Исследователи также обнаружили, что древний младенец Берингии в равной степени связан как с северными, так и с южными генетическими подгруппами коренных американцев, подразумевая, что обе подгруппы происходят из одной волны миграций. И только в интервале между 17,5 и 14,5 тысячами лет назад, одна общая группа разделилась на подгруппы значительно южнее Берингии. Современные индейцы принадлежат к пяти основным генетическим группам, условно именуемым А, В, С, Д и Х. Стоит отметить, что даже найденные младенцы принадлежат к разным подгруппам митохондриальных ДНК С1В и В2. То есть их матери были представительницами двух разных генетических подгрупп. Используя демографическое моделирование учёные сделали вывод, что древняя берингийская популяция и предки других коренных американцев произошли от одного основополагающего населения, которое первоначально откололось от восточных азиатов примерно 36 тысяч лет назад. При этом поток генов сохранялся в интервале от 36 до 25 тысяч лет назад. После чего йенный поток от древних северных евразийцев ко всем коренным американцам пришёл уже около 25-20 тысяч лет назад, а древние берингийцы относятся к интервалу времени от 22 до 18 тысяч лет назад. Стоит также учитывать, что миграции в Северную и Южную Америке происходили и позже после формирования генотипов коренных американцев. Так, после 11,5 тысяч лет некоторые из северных популяций коренных американцев получали поток генов из сибирских популяций, наиболее тесно связанных с коряками, жителями Северной Камчатки, но не с полейскимосами, инуитами или кетами. А в конечном итоге генотипы древних жителей Берингии были заменены или поглощены за счёт обратной миграции с юга, а в более поздние времена с возникновением средств передвижения по морю были и другие вливания в генотипы северных и южных американцев. Однако уже устоявшиеся популяции обоих Америк поглощали или растворяли гены малочисленных, но прибывших народов. Также считаю нужным напомнить, что теория первой миграции в Америку из Австралии и Океании была опровергнута ещё в 2015 году после ДНК-анализов племён индейцев с наиболее выраженными австралоидными чертами строения черепа. Почему одна из групп древних мигрантов задержалась и процветала в Берингии, а другая отправилась исследовать Америку, не ясно. На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ. Ведь разных людей к путешествию подталкивали и разные мысли. Были люди, которые довольствовались тем, что имели, но нашлись и другие, которые смотрели вдаль и хотели узнать, что там за горизонтом. И как только они вошли в Северную Америку, они настолько увлеклись увиденным, что в течение всего нескольких тысяч лет покорили и Южную Америку. Культурная и генетическая склонность к исследованиям может объяснить такую скорость. Продолжение следует...